Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала «Автор Эмпар» с нами на связи. Ольга, рада вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Вы знаете, мы часто с вами об этом говорим, мы часто вспоминаем о том, как те, кто был в составе ЧВК «Вагнер», но перед этим были в заключении, но получили таким методом и таким путем возможность освободиться, да, тогда еще Пригожин, который вербовал по колониям, ну, возвращаются и совершают повторные злодеяния. И зачастую эти злодеяния очень серьезного характера, да, то есть это очень часто это именно те, кто заслуживает высшие меры наказания, это убийства, и совершают и повторные убийства. В принципе, на самом деле страшно звучит, но на самом деле это уже не удивляет. Не удивляет, что это происходит, не удивляет, что это происходит в 2022, в 2023, в 2024. Вообще, на самом деле, не удивляют уже многие процессы. Но, с другой стороны, ну, на самом деле, то, как действуют те, кто возвращаются после участия в войне, ну, на самом деле, должно удивлять на местах, должны удивлять самих жителей. Я не видела пока определенной реакции сообщества определенных, да, даже каких-то локальных, по отношению тем, кто возвращается и совершает повторные злодеяния. Как вы думаете, боятся просто? Либо же, ну, скажем так, думает, авось исправился, находясь на войне? Не-не-не, там реакция есть, конечно же. В первую очередь, это реакция тех, например, родственников жертв, которых они убили, когда их посадили. Да, таких случаев действительно много, когда какое-то было совершено зверское убийство, человек сел, и вдруг его внезапно увидели снова в этом городе. И родственники жертвы в ужасе, а им говорят, ну, как же, он же тут в СВО ходил и уже освободился. И это не единичный случай, более того, даже социология показывает, что это как раз то, что россияне не воспринимают, вернее, воспринимают негативно. Это один из тех моментов, которые, собственно, власть делает, но людям это не нравится. Хотя мы с вами понимаем, почему, когда Путин говорит, что это новая элита, мы не удивляемся этому, потому что, когда Путин сам маньяк, людоед и убийца, и готов убивать людей почти ничего удивительного в том, что, собственно, другие убийцы для него — это тоже элита нации. Собственно, это как раз такие же маньяки, как и он. Поэтому так легко они получают помилование, поэтому так легко он считает, он называет элиты. Что имеется в виду подформирование новой элиты? Ну, то есть это же может быть голословные просто слова, просто их пропаганда там чтит, условно каких-нибудь убийц, боевиков приглашают на общественные мероприятия и прочее. Я понимаю, элиты — это немного другое, политические, культурные, какие именно? Как это воспринимать, на самом деле, правильно? Ну, это означает, что всяких бывших ветеранов будут приглашать в списки политических партий, они будут сидеть в президиумах различных торжественных мероприятий и так далее и тому подобное. Понятное дело, что вряд ли кто-то предложит им стать, ну, я не знаю, губернатором какого-нибудь региона. Но вот это, что называется, свадебный генерал, то есть представление Путина — это вот какие-то, собственно, куколки, которых можно поставить на буфет, и они там будут стоять и изображать уважение, собственно, к людям. Но у Путина же всё так. Посмотрите, вчера было 80 лет со дня освобождения Ленинграда от блокады. Он поехал на Невский пятачок. У меня, знаете, дача, я выросла рядом с Невским пятачком. И там весь лес, он вырос после войны, потому что постоянные обстрелы туда и обратно, они полностью скосили весь лес на берегах Невы, полностью. Что сейчас делает Путин в Украине? Ровно то, что делали фашисты под Ленинградом. И при этом у него хватает наглости приезжать на Невский пятачок. У меня мама блокадница, она ненавидит войну, ненавидит Путина, потому что Путин на старости лет ей принёс то же самое, что было у неё в детстве. И вот эти бомбёжки, когда... Она говорит, что ни один человек, который это пережил, не может поддерживать войну. Ни один никогда. Поэтому вот это всё, что он делает, это крокодиловые слёзы и просто издевательство над иностранным смыслом. Сказал Путин, да, Россия сделает всё, чтобы искоренить нацизм. Не уточнил, правда, где? На территории самой Российской Федерации. Наверное, должен был уточнить Владимир Владимирович, хотя у него скорее он умрёт, наверное, чем скажет такую фразу. Ольга, как раз вот, да, о запросах населения, собственно. А если запрос населению формирования новых элит среди бывших боевиков ЧВК Вагнер, бывших заключённых, в принципе, бывших мобилизированных, которых называют мобики, мобики их называют, вряд ли у жителя условного города Эн из России, который называет людей, попавших на войну против Украины, ну, будет формироваться уважение, что ли, к этим людям? Маловероятно. Запрос такой есть? Ну, мы видим другой запрос, мы видим рост антивоенного запроса, и вот эти очереди, которые собираются, чтобы поставить подпись за Бориса Надеждина, это показатель как раз такого антивоенного запроса, который совершенно очевидным образом растёт, и, собственно, даже в Москве они собрали 30 тысяч подписей. Ну, я понимаю, конечно, не миллион, но всё равно заметное количество. Поэтому рост такого запроса, причём все же понимают, что это те подписи, которые будут сдаваться в Центральную избирательную комиссию, то есть они станут известны властям, и, тем не менее, люди приходят и эту подпись оставляют. Поэтому вот это мы можем собственными глазами увидеть, что такой запрос точно растёт. А вот новые политические элиты, непонятно, куда старые-то девать. Путин уже 24 года находится у власти, и никак её не оставит. Какие новые политические элиты? Вот что-нибудь со старыми бы сделать, и это было бы уже хорошо. Если, в принципе, возможно это что-то сделать. Нет, наверное, что-то возможно, но насколько этот процесс будет проходить, насколько он будет безболезненный до самих старых политических, это уже другой вопрос, и к чему это может привести. Ольга, вы говорили, ну и мы начали с вами говорить, да, вот об этом формировании так называемой, действительно, мне не нравится вот эта, знаете, постановка слов так называемой, ну, как есть уже, да, элиты, кем они могут стать, те, кто возвращается. Есть, оказывается, предложения. Есть предложения, те, которые возникли на фоне происходящего в самой Российской Федерации, кем всё-таки могут стать те, кто возвращается с войны. Вот тут вот вернувшиеся с войны против Украины военнослужащие вскоре станут преподавателями. Истории, вот, наверное, это самое интересное, физкультуре и ОБЖ. Всё это происходит в Новосибирской области. Есть уже первые, скажем так, пилотные участники. Это четыре участника, которые завершили переобучение на педагогов, которые происходят в рамках программы реабилитации под эгидой Министерства образования. Всё бы да ничего. В принципе, да, ну, в любой цивилизованной демократической стране, если действительно человек принимал участие в военных действиях, ему необходима поддержка. Поддержка со стороны государства, как в вопросе помощи, предоставлений психологической, так и в вопросе всё-таки социальной адаптации. Это мы всё прекрасно понимаем. Но мне в Российской Федерации преподаватели истории, физкультуры и ОБЖ. Ну, все мы прекрасно понимаем, на самом деле, что будут преподавать те, кто возвращается с войны против Украины. Давайте вот с вами так вот расшифруем, какой главный предмет они будут преподавать в школах Новосибирска? Ну, конечно, патриотизм. Более того, собственно, и ООН это прекрасно понимает и предъявляет России претензию за милитаризацию образования. Потому что это один из признаков того, что и доказательства того, что современная Россия – это агрессивное милитаристское государство, которое ведёт геноцидную войну против Украины. И все это прекрасно понимают. И то, что такие люди приходят и становятся учителями в школах, говорит нам только о том, что они будут свой вот этот людоедско-маниакальный опыт пытаться передать детям. И вот, собственно, всё то, что мы видим, всё, что происходит вокруг детей – кража детей из Украины, попытка стереть в них память в Украине, и, соответственно, попытка изменить мышление российских детей. Вот это всё то, что в современном мире считается преступлением. Я уж не знаю, почему российские власти настолько плохо читают, в том числе, международное право, но даже институты ООН прекрасно понимают и, соответственным образом, говорят о происходящем в России. В контексте вот то, что нужно нанимать преподавателей мужчин с военным опытом, в идеале ветеранов войны против Украины, говорил Нилов, да, это замглавы фракции СРЗП в Госдуме Российской Федерации, говорил, что причиной буллинга в школах, цитирую, является садомия, пришедшая на место в воспитательской, пионерской и патриотической работе. Правильно ли я понимаю, что в случае, если участники так называемой СВО будут преподавать в школе, то так называемой садомии, которую видит Нилов, интересно только где, её попросту она исчезнет, и вернётся вот эта воспитательская, пионерская, патриотическая работа на территории школ. Садомия заменится на педофилию, я так думаю, по большому счёту. Поэтому, ну я не знаю, всё-таки, наверное, Нилов просто либо не смотрел в своё время фильм «Чучело», рекомендую пересмотреть, не знаю, где там садомия, а буллинг – это, собственно, то, что в школе есть сплошь и рядом, и каким образом преподаватели, прошедшие войну, могут это уменьшить, на мой взгляд, они могут только увеличить это, а никак не уменьшить. Потому что противопоставлять от них людей другим – это и есть основа буллинга. Говорить, что есть те, кто за войну и против войны – это тоже, по большому счёту, есть основания того, чтобы начинать кого-то травить. Реальная проблема сегодняшней России – это просто колоссальное количество доносов. Когда уже студент доносит на свою преподавательницу за украинский флаг, который она прикрепила к своему рюкзаку, когда соседи подслушивают, что за музыку слушают соседи, и тоже пишут на них доносы. Всё это только ухудшает внутреннюю ситуацию, отношения между людьми, и, конечно же, будет приводить только к росту буллинга. Естественно, приход людей с нарушенной психикой в школу тоже будет только ухудшать ситуацию в школе. Что же делает российская власть в отношении не убийц, а тех, кто, собственно, противостоит этой самой власти, в том числе так называемые инагенты, либо же люди, которые не хотят видеть Путина, его шайку-лейку во главе своей страны. Конфисковать имущество. Я бы хотел вернуться к заявлению господина Володина и прочих интеллектом неодарённых персонажей, почему-то готовых открывать свой рот в отношении людей, которые против войны. Так вот, я просто ранее, когда ваши коллеги по оппозиции, в том числе некоторые, либо же представители средств массовой информации назывались инагентами, то это, собственно, накладывало определённые ограничения. В том числе в социальных сетях, в своих постах, либо же в любых других там публичных выступлениях либо документах писать тут огромную плашку, распространена информация прочего прочего, инагентам таким-то, таким-то. Вам не кажется, что это ещё одна попытка задушить инагентов? Либо же лишить, собственно, возможности каким-то образом влиять инагентам на ситуацию в России? Как вы думаете, с какой целью вот эта конфискация имущества, тех, кто не хочет видеть Путина президентом России, может влиять на деятельность и оппозиции в том числе? Ну, конечно, это в первую очередь запугивание. Причём понятно, что запугивание в России сейчас производится всеми возможными средствами. С одной стороны, это Государственное Домо, которое обещает всё конфисковывать. А с другой стороны, посмотрите, в Башкортостане там просто людей убивают. Одного активиста уже убили, при этом говорят, что якобы он утравился суррогатным алкоголем, хотя все знают, что он верующий мусульманин, и он вообще не пьёт. Второго избили до такой степени, что ему сломали копчик, и он сейчас находится в тяжёлом состоянии в больнице. То есть буквально в Башкортостане сегодня применяются белорусские методы к оппозиционерам. С другой стороны, мы видим, что российские дипломаты, вместо того, чтобы заниматься своей непосредственной работой, бегают за артистами по всему миру и пытаются срывать им концерты, потому что это артисты, у которых антивоенная позиция. Музыканты группы B2 вообще находят, ждут депортации. Российское представительство надеется, что кого-то удастся депортировать непосредственно в Россию и здесь. Видимо, они будут их сажать и устраивать какой-то показательный процесс. А Галкина просто не пустили на Бали и сорвали ему таким образом концерт, хотя у него все документы были в порядке. Ну а для того, чтобы обычные россияне не пытались говорить правду, их тоже запугивают и говорят, что у них отнимут все имущество. Но я еще добавлю, что там кроме статей по фейкам обещают отнимать имущество у дезертиров и у родственников дезертиров. То есть если кто-то с дуру дошел до военкомата и уже только там на фронте понял, что надо бежать, то его назовут дезертиром и тоже все его имущество будут комписковывать. Абсолютные попытки запугать всех, чтобы все молчали. Ольга, спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала AfroEmpire. С нами на связи.